Здравствуйте! Вы смотрите программу Реальные Кадры. С вами Мария Шматкова. Сегодня мы находимся в усадьбе Везема, где совсем недавно открылась уникальная выставка Елены Лаврентьевой. Без делюшки об этом сегодня подробно поговорим. Конечно же, с коллекционером, литератором, автором книг, посвященных этикету 19 века, Еленой Лаврентьевой. Здравствуйте, Елена! Очень рада лично познакомиться с таким уникальным человеком, который занимается просто потрясающими вещами. Елена, как родилась идея собрать все-таки необычные вещи? Ну, после окончания университета я пришла работать в Литературный музей Пушкина на Причистенке и читала лекции, посвященные этикету 19 века, в частности, эпистолярному этикету. И когда я в антикварном подвале каком-то увидела коробочку для марок, я подумала, это будет какая-то такая наглядная иллюстрация к моим лекциям. И я тянулась, я стала смотреть, обращать внимание на предметы, которые могли бы стать иллюстрацией к моим лекциям, к моим книгам. И так вот постепенно в течение 25 лет собралась эта коллекция. То есть, наверное, вы никогда не думали о том, что станете коллекционером? Нет, не думала. То есть, получилась вот эта коробочка, она судьбоносная, но в какой-то степени она именно подтолкнула вас и натолкнула на эту мысль? Совершенно верно. Я стала, когда уже собралась какая-то небольшая коллекция, я стала развлекать своих гостей, своих друзей. Мы знаем, что всегда в застолье наступает пауза, когда все салаты съедены, все анекдоты рассказаны, все кости перемыты. И тогда я говорила, внесите черный ящик. И я обратила внимание, с каким весельем, с каким энтузиазмом мои гости, мои друзья и их дети разгадывают эти предметы-загадки. И, конечно, меня это вдохновляло на поиск новых объектов. И коллекция пополнялась, расширялась, и дети уже выросли, те, которые были первыми зрителями. А я продолжаю вот собирать эти предметы-загадки. А вот все-таки ваши близкие, ваши друзья, они вот тоже включились вот в эту работу? Конечно. Возможно, они, кто-то привозил из каких-то стран, что-то вам... Ну, я не могу сказать, что много привозилось, но, конечно, вот я дружу с историком моды Александром Васильевым, ему должна сказать спасибо, потому что каждый раз он мне привозит какой-нибудь предмет-загадку, и не факт, что он сам знает назначение этого предмета. Конечно, друзья меня балуют, но эти предметы не так легко найти, особенно непрофессионалам. Я же изучаю и литературу, и просматриваю старые рекламы, и прескуранты торговых домов, поэтому у меня уже глаз наметан. Да. То есть вы, в принципе, можете, глядя на предмет, сразу понять, для чего он был предназначен? Нет, конечно, не сразу. Мы даже здесь такую витрину поместили. Помогите отгадать, и я буду очень рада, если посетители музея подскажут нам назначение вот тех предметов, которые выставлены в витрине, которую мы потом посмотрим. Получается, вы создали для себя и своих близких такую одну загадку длиной в целую жизнь. Но все-таки в течение 20 лет вы 25 лет собирали эти предметы, и 25 лет пытливый ум коллекционера пытался понять, что же это такое, сколько сегодня предметов в вашей коллекции. Вы знаете, мы даже не подсчитали, вот стыдно сказать, у нас множество витрин, и даже не подсчитали сколько, но очень много, но несколько сотен. Все-таки что ваше самое любимое, и о чем сегодня расскажем и, конечно же, покажем нашим телезрителям? Самое любимое, ну поскольку я занимаюсь этикетом пушкинской поры, то, конечно, меня в первую очередь привлекают вещи, предметы, загадки конца 18-го, начала 19-го века. И их представлено здесь довольно много. Ну и, конечно, стены этой усадьбы, они благоприятствуют этой экспозиции. Ну что, Елена, может быть, что-то уже посмотрим и продемонстрируем нашим телезрителям? Конечно. Я охотно покажу старинные предметы, вот скажем, из этой витрины, посвященные мужским аксессуарам. Их достаточно много, 20 предметов находятся под этим. Вы знаете, это только эта витрина. В следующем зале у нас большая витрина, посвященная мужским аксессуарам. Ну вот из старых предметов, на которые я хотела бы обратить внимание, скажем, меха, или, как говорили в 18-м веке, мехи для присыпания париков пудрой. К сожалению, здесь нет пудр-мантиля с такой специальной накидки, но это довольно редкая вещь. Или, скажем, терка для мускатного ореха, деревянная, в форме желудя, конца 18-го века. Терки для мускатного ореха были необходимым аксессуаром путешественника. Вот, скажем, почему на этой терке изображены купидоны? Потому что мускатный орех был афродизиак. Потом мускатный орех облагораживал, скажем, некачественное вино в таверне. И мускатный орех обеззараживал некачественную еду. То есть, опять же, это была незаменимая вещь в 19-м веке. И это предмет, это, может быть, даже и раньше, и в 18-м веке, и это предмет коллекционирования. Вот из старых вещей шатлен, очень редкий, конца 18-го века, простите, с двумя ароматницами, с содержимым аксессуарами. Вот, кстати говоря, вот эта маленькая ложечка, как вы думаете, ее крошечное, ее назначение? Это копоушка. Это копоушка. Да, для того, чтобы привезти... Я подумала, может быть, яду насыпать. Для того, чтобы привезти. А вот сейчас мы от этой ложки перейдем вот к другой маленькой ложке. На самом деле... Это уже кость, да? Да, это уже кость. У нас представлено очень много ложек. И моя мечта сделать выставку разнообразных ложек. А вот эта маленькая ложка, она предназначалась и слоновой кости с крошечными отверстиями. Она предназначалась для нюхательного табака. Екатерина II всегда говорила, не гоже целовать руку, которая пахнет табаком. Поэтому она правую руку подавала для поцелуев, а левой рукой нюхала табак. Ну, тогда обе руки, в общем, не пахли табаком. Но кто-то предпочитал брать нюхательный табак, извлекать из табакерки вот с помощью такой крошечной элегантной ложечки. Что это за интересная чашка? Ой, а это моя любимая тема. Тема усачьей. Такая необычная. Да, известно, что имя Натальи Петровны Голицыной связано с усадьбой Большие Веземы. И ее называли Княгиней Усики. Многие думают, что называли ее так в старости. Княгиней Усики или Усатая Княгиня, Принцесса Мусташ. На самом деле ее и в молодости так называли прелестные золотые усики, Московская Венера, другое прозвище Натальи Петровны Голицыной. В этой витрине помещены аксессуары усачей. Вот вам, пожалуйста, чашка с полочкой для усов, ложка с полочкой для усов. И совсем редкий экспонат – это отдельная полочка для усов в родном футляре. И ее можно было положить и на чашку, и на кружку, и, в общем, на емкость любого диаметра. Хочу обратить ваше внимание на этот парный экспонат под номером 7. 7 – щипцы для усов, джентльмены. Усы холили, лелеяли, фиксатуарили. Поэтому, конечно, они хотели сохранить красивую форму. И пользовались вот такими щипчиками для кончиков усов и во время сна, и во время отдыха. Так что здесь очень много аксессуаров, посвященных мужской моде. Елена, ну и если на этой выставке представлены мужские аксессуары, наверняка нашлось место и для дамских штучек. Да, у нас так витрина и называется – дамские игрушки. Я с удовольствием покажу интересные экспонаты. Пойдемте. Спасибо. Узнаем историю интересных вещей. Ну вот, скажем… И же витрина побольше. Да, да, это витрина, это витрина большая. Хочу обратить ваше внимание на дамский шатлен. Мы показывали мужской шатлен. Это дамский шатлен. Это номер одиннадцать. Да. Те же копоушки, маленькие ложечки. А вот… Но он немножечко другого формата. Конечно, детали дамского шатлена другие. Здесь у нас ножницы, игольница. Наперсток. Бальная записная книжечка, малюсенький карандаш. Тут же у нас и копоушки. И вот очень интересный предмет – вот этот пенал, лакированный, конца XVIII века, который называется «Би-е-ду» или «Бель-еду» по-французски. Футляр для хранения любовных записочек. Когда я составляла любовный лексикон пушкинской поры, мне хотелось, чтобы мои друзья активно использовали вот эти старинные речевые обороты того времени. И не просто писали смс-ки «Здравствуй, Лена!» Или там «Здравствуй, Саша!» А «Друг мой избранный! Ни с чем не сравнимый!» Или как Пушкин писала Аня Петровна Керой. Как звучит! Да. «Целую кончики ваших крыльев!» Ну вот почему сейчас не пишут? А тогда писали и передавали эти записочки, их называли маленькими каретами любовной почты, передавали вот из рук в руки. Елена, получается, футляр постоянно перемещался, он возвращался хоть к хозяйке? Конечно, он перемещался или через посредников, или, так сказать, непосредственно из рук в руки. Но это было вот такое искусство, как и искусство веера. Вот, кстати говоря, у нас представлены здесь парные предметы, и многие думают, что это какие-то веера апахала. И в некоторых музеях даже можно встретить и тикетаж, что это веер апахала. На самом деле это не веер и не апахала. Да, да, да. Вот, из папье-маше, зеленое. Это экраны для лица. Когда дамы сидели у камина, то они укрывались, прикрывались от каминного жара вот этими экранами. Чтобы сохранить свою аристократическую бедность. Да нет, чтобы сохранить косметику, да, которая была на натуральной основе и могла просто потечь. Вот, здесь же у нас на этой полке представлены, скажем, вот шляпные булавки. Не ранее, начало 20 века. Можно сказать, что они достаточно длинные. Длинные, потому что прически, прически высокие. Были высокие, еще шляпа, ее нужно было держать. Да, не такие высокие, скажем, как корабли и прически. В 18 веке, вот здесь у нас даже представлена чесалка для головы конца 18 века. С маленькой ручкой. С маленькой ручкой костяной. Это шляпные булавки начала 20 века. И в Петербурге даже несколько было трагических случаев, когда шляпная булавка прокалывала глаз сзади идущему пешеходу. Поэтому вышло постановление, согласно которому шляпные булавки следовало выпускать только с предохранителями. Вот с этими наконечниками. И вот эта маленькая, как дети говорят, пимпочка под номером 6, это вот тот предохранитель. Но предохранители падали, и эти трагические случаи, к сожалению, имели место быть. Что касается еще вот интересных предметов, дамских аксессуаров, вот скажем, расправка или распялка для перчаток. Это номер 33, да? Номер 33. Ну, мы не будем подробно сейчас говорить о перчаточном этикете, но согласно правилам хорошего тона, перчатка должна была очень плотно облегать руку. И во время танцев, если у кого-то из партнеров порвалась перчатка, снимать ее нельзя было ни в коем случае. Вот. И поэтому, чтобы эту перчатку надеть, нужно было растянуть каждый пальчик с помощью вот такой расправки. Иначе это было просто, наверное, сделать невозможно. Невозможно. Но мы еще чуть-чуть поговорим о перчаточном этикете рядом с витриной, посвященной мужским аксессуарам. Елена, мы пришли во второй зал. Он гораздо больше. Здесь, конечно, больше витрин, но я нашла похожую вещь. В предыдущем зале и в разделе перчаточного этикета мы видели только из кости примерно такой же предмет. Да, это та же расправка. Это в продолжении той же темы? Да, той же темы. Эта витрина посвящена... Давайте, может быть, мы ее возьмем? Конечно. Эта витрина посвящена мужским аксессуарам. И вот вы можете, Маша, подержать в руках эту расправку или распялку для перчаток. Да. Но чтобы еще легче рука входила в перчатку, чтобы она просто вот плыла, использовали тальк. И вот здесь представлены контейнеры для талька. То есть в каждый пальчик, сначала каждый пальчик перчатки вы растягивали, а потом в каждый пальчик цепали тальк. И тогда уже рука просто легко входила. А танцевать на балу без перчатки было не принято. Нельзя, конечно, нельзя. И вот я люблю на своих лекциях рассказывать историю не с хэппи-эндом, о том, как один молодой человек был влюблен в барышью и мечтал ее ангажировать. И, наконец-то, этот счастливый день наступил. Барышня дала согласие, и они танцевали. И мемуарист пишет, и я сквозь влагу, и, простите, и я сквозь свою перчатку почувствовал влагу ее руки. То есть мы так идеализируем атмосферу пушкинского бала, совершенно не представляя, да, что восковые свечи были в домах только богатых помещиков. В домах помещиков средней руки сальные свечи. И если молодой человек почувствовал влагу руки, да, сквозь две пары перчаток, то атмосфера бала вот так очень наглядно представляется. Но бальный этикет был очень жесткий. Так, мы вернули на место. Куда мы отправляемся дальше? Вы видите, мы отправляемся в раздел щетки. Это моя любимая тема. Я всех призываю хранить щетки, не выбрасывать щетки. Щетки – это предмет коллекционирования, и можно составить такую неплохую коллекцию. Вот здесь представлены, скажем, щетки. Здесь прям очень миниатюрные. Конечно. Вот, пожалуйста, щетки для усачей. Щеткой ее называли щеточка-корыца. Мы можем ее взять. Щеточка-корыца. Чаще всего пользовались доктора, когда приходили к пациентам. Да, они просто мыли руки. Мы еще и использовали, да, еще и использовали щеточку. А вот эта щетка очень интересная. Она вот с таким выдвижным механизмом. С одной стороны щетка, а с другой стороны выдвигаются вот такие металлические тоненькие зубчики. Как вы думаете, для чего? Не знаю. Поцарапать себя. Она так и называется. Щетка для чистки гребней. То есть с одной стороны, и потом почистили гребень, расческу. Так что очень интересная. А это зубная щетка? Это не зубная щетка. А очень похожа. Очень-очень похожа. И даже есть футляр. Можно ее тоже взять? Да, да. Очень похожа. Ой, какая она маленькая. Это тоже щетка для усачей. А вот очень интересная щетка. Хочу обратить ваше внимание. Вот с таким устройством. Она даже вот с рекламой. Прочитайте, пожалуйста. Да, да, да. Шляпа-пуговкин. И эта щетка помещалась внутрь шляпы. И дождь, и снег, не страшно. Всегда можно поддерживать вот свой внешний вид. Очень интересно. А что это за шляпа и в ней устройство? Можно ли достать? Конечно. Мы говорили о... Посмотрите, что здесь. Мы говорили о расправках, распялках. Это тоже расправка устройства, позволяющие сохранять форму шляпы. Вот в частности форму цилиндра. Есть у нас в этой витрине еще одно устройство, более позднее, под номером 19. Вот. Тоже позволяющее сохранять форму шляпы. И может быть чуть-чуть... То есть шляпы одевали, потом приходили домой, снимали и вставляли расправку. И может быть чуть-чуть увеличить размер можно было этой шляпы с помощью расправки. Елена, я вижу, что вся ваша выставка, она состоит из разных разделов, тематических разделов. Что еще интересно можно здесь увидеть? Ну, помимо дамских аксессуаров, мужских аксессуаров, здесь можно увидеть предметы сервировки, столовые приборы, предметы карточной игры, домашняя медицина раздел, предметы домашнего обихода, кухонная утварь, ну и, наверное, моя самая любимая витрина, которая у нас стоит в центре. Я хочу подчеркнуть, что она находится прямо в центре, сразу приковывает внимание всех, кто сюда входит. И здесь туфельки, которые называются чудесная туфелька. Здесь представлены туфельки с разным назначением. На самом деле коллекционеров туфелек очень много, особенно фарфоровых, красивых. Кстати говоря, эти фарфоровые туфельки не просто декоративное украшение, вот они у нас здесь представлены. Это и вазочки для цветов. И в честь этих туфелек вот здесь у нас букет роз в этой витрине. Но помимо вазочек для цветов существовали еще и туфельки чернельницы. И туфелька-бутылочка для кормления младенца. Давайте ее достанем. Давайте достанем. И покажем поближе нашим телезрителям. Я хочу напомнить, что выставка еще идет в усадьбе Веземы, поэтому только открылась. Поэтому любой желающий может приехать и погрузиться в этот удивительный мир необычных вещей. Загадок. Загадок, да. Вот эта туфелька-бутылочка для кормления младенца. А я вам хочу показать еще, вот я здесь у нас закрыта, я попробую, я попробую дотянуться, попробую дотянуться специальные туфельки для хранения наперстков. Вот здесь, да, они могли быть стеклянные, они могли быть вышитые. Да. Миниатюрная совершенно туфелька. Чтобы, да, чтобы рукодельница, рукодельница не потеряла, не потеряла наперсток. Здесь еще я положила. Туфельки, я смотрю, вдохновляли. Туфельки вдохновляли. И были предметом интереса. Конечно. Получается, образ тех или иных вещей, да, то есть они находили отражение. Да, свое. Курс ножки. Носите короткие платья у вас, прихорошенькие ножки. Писал Александр Сергеевич Пушкин, своей возлюбленной. Ну вот у нас здесь представлены еще интересные туфельки-табакерки, туфельки-пепельницы. А я сейчас... Щеточки. Щеточки. Платнотики с туфельками. Да, а я хочу вам сейчас, Маша, задать вопрос. А вот этот крючок, как вы думаете, назначение этого крючка с ножкой прихорошенькой? С ножкой прихорошенькой, на которой одет сапожочек. Сапожок. Что-то, наверное... Это крючок для застегивания пуговиц. На перчатках, на туфельках мелких пуговиц очень удобно продевать. Да. Почему мы в современных мире этим не пользуемся? Почему исчезли эти вещи такие практичные? Когда у меня была выставка в музее декоративно-прикладного искусства, ее назвали безделушки, такие нужные, ненужные вещи. И я каждый раз думаю об этих предметах, такие нужные, ненужные вещи. вот я хотела бы вам показать витрину, посвященную домашней медицине. Вот эту ложку я приобрела в начале своего собирательского пути. Как вы думаете? Для чего она была нужна? Для чего она? Ну, если это раздел медицины, наверное, для приема лекарств. Конечно. Тут подсказка есть. Это подсказка, но это тоже хорошо, молодец. Это действительно ложка для приема лекарств. Но здесь очень много в этой витрине, посвященной домашней медицине, очень много предметов, загадок и с историей. Вот, скажем, вот этот предмет напоминающий соусник. Как свидетельствуют очевидцы, подобный предмет можно было увидеть на столе в качестве соусника. На самом деле таковым не является. Это совершенно другая история. Бурдалю, бурдалун. Ну, проще сказать, горшок или сосуд для урины, названный в честь известного проповедника Бурдалю, проповедника при дворе Людовика XIV, который славился своими проповедями. Эти проповеди длились несколько часов, и дамы вынуждены были прибегать к использованию вот таких предметов. Здесь же очень интересный предмет, вот такой стульчик, качалка. Все думают, что это качалка для младенца. Ничего подобного. Это качалка для ноги, страждущего подагрой. И у нас даже представлена в этой витрине вилка для больных, страдающих подаграх. Кстати говоря, если мы пройдем вот к витрине, посвященной кухонной утвари, я вам покажу еще один предмет, загадку, над которым я ломала голову. Пойдемте? Пойдемте. Вот здесь, да, здесь я хотела бы обратить ваше внимание, Маш, вот на этот предмет, который я приобрела в Москве, в антикварном магазине, который существует и по сей день. Не буду говорить адрес, говорят, это реклама, нельзя. И приобрела я этот такой совочек с таким механизмом, как мерную ложку для икры. И поскольку это было в начале моего пути, я тогда только начинала собирать эти предметы, я не знала назначения его, но усомнилась, потому что о каком русском гостеприимстве можно говорить, когда бытуют вот такие мерные ложки для икры. То есть получается определенное количество икринок для каждого гостя. Потом выяснилось, что это никакая немерная ложка для икры, а это такая лопаточка для мягкого сыра, в частности, для английского сыра стилтон. А этот механизм просто позволяет вот так плавно этот сыр переместить на тарелку. Елена, сколько будет длиться выставка и как можно сюда попасть? Попасть? Купить билет, наверное, попасть. А выставка, ну мы предполагаем, до середины лета, ну может быть, продлим и до начала осени. И мне кажется, второй вариант реален, потому что посетителей уже очень много, и меня, как коллекционера, это очень радует. Это мечта любого коллекционера. Более того, у посетителей каждый предмет вызывает неподдельный интерес, и они, мне кажется, готовы часами рассматривать и разгадывать те загадки. А приходят родители с детьми, и меня всегда поражают детские версии. Например, я показываю сыну своей подруге бальную записную книжечку из «Слоновой кости», и спрашиваю, как ты думаешь, что это? И он мне сходу говорит, вера для куклы. И действительно, вера для куклы. И, конечно, дети отвечают, у нас была уже здесь экскурсия, родители, дети, и, конечно, их версии просто поражают. Ну и вы с большим удовольствием тоже встречаетесь с посетителями. Всегда. Всегда с большим удовольствием, потому что это же такая ответная реакция. Тебе тоже что-то расскажут. Я, например, обожаю истории о бабушках. Всегда найдется какой-нибудь посетитель, который расскажет либо семейную историю, либо поделится воспоминаниями о бабушке. Вот. Так что... И это все тоже может натолкнуть вас на разгадку. На разгадку. А вот у нас и витрина. Мы даже... Знаете, мы об этом, кстати, говорили, да? Об этой витрине. Да. Мы хотели ее назвать «Помогите отгадать», потому что действительно есть предметы, назначения которые мне непонятны. Вот этот предмет под номером 4 два года назад подарил мне Александр Васильев. И вот мы ломаем голову, что же это может быть подобный предмет. Как сказали сотрудники этого музея, был у Арсения Тарковского. И он держал в нем табак, набивал трубку. Это, так сказать, неокончательный ответ. Здесь есть ручка, значит... Она открывается, она открывается. И точно такой же формы, может быть, с другим рисунком, такой предмет был у Арсения Тарковского. Но вот мы пока остановились на этой версии. Есть предмет, который я покупала с легендой. И согласно этой легенде, с помощью этого предмета делаются лунки в цветочных горшках. Тоже неподтвержденная информация. Ищем рекламу, ищем изображение этого предмета в прескурантах. Так что у нас еще все впереди. А возможно, кто-то из посетителей, придя на выставку, узнает этот предмет и раскроет вам его секреты. Мы поэтому и поместили их, потому что я уже в отчаянии. Разгадайте. Елена, ну я думаю, что телезрители телеканала Одинцова в самое ближайшее время займутся разгадкой этих предметов. С удовольствием. С большим удовольствием. Спасибо вам огромное за интересную беседу, конечно. Спасибо большое. На количество еще тех вещей, о которых мы не рассказали, но все-таки интрига должна оставаться до конца интригой. Поэтому приходите на выставку, увидите все сами и узнайте из первых уст. Вы смотрели программу «Реальные кадры». Всего вам доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова